Вас в гостях, соответственно, Павел Фельгенгауэр, военно-обозреватель «Новой газеты». Я вас приветствую. Здравствуйте. И мы будем говорить, тема такая необычная, может быть, она покажется вам такой слишком узкой. Авианосцы и их роль в современных конфликтах. Почему такая тема? Ну, я не знаю, Павел, вы можете со мной поспорить, но авианосцы, по-моему, в нашу жизнь как-то активно вошли. В вашу, как эксперта, они, наверное, зашли совсем-совсем давно. Но вот в, не знаю, в интернете, в новостях, вот именно, наверное, 2016-2017 год постоянно мы слышим об авианосцах. Во-первых, наш адмирал Кузнецов, который в Сирию сплавал и уже вернулся. Потом в связи с конфликтом напряженностью, скажем так, в Северной Корее упоминался Карл Винсон, да, американский авианосец. И совсем вот недавно китайцы спустили на воду свой авианосец. Я так понимаю, он у них прямо первый совсем, это первый опыт. Ничего не напутал? Не, ну, у них есть еще один, который они купили в Украине, Николаеве, бывший варяг. Вот они его вроде там купили, чтобы на иголке в металлолом пустить, но потом наоборот его и перестроили, и, в общем, пустили плавать. Так что это у них формально второй авианосец, скажем так. Но первый, сделанный целиком в Китае. Я правильно понимаю, что американцы сейчас являются ведущей державой, главной державой, которая вот благодаря авианосцам может решать какие-то конкретные серьезные задачи? Это так. Вообще авианосцы – это очень секси. Это гигантский совершенно. В смысле? Ну, в смысле, это cool, это секси. Это гигантские корабли, роскошные, красивые, самые большие военные корабли, когда-либо построенные человечеством. Я вас сразу спрошу, Адмирал Кузнецов наш, он тоже по вашей классификации секси? Ну, внешне он похож на авианосец. Другое дело, что он не может действовать как ударный авианосец, он для этого не предназначен, и выполнять этой роли не может. Но выглядит он очень презентабельно, гигантский корабль. Но у нас хотя бы есть сравнимые ядерные крейсеры. А так, американские авианосцы класса «Нимец» действительно самые большие корабли боевые, когда-либо построенные. Даже самый крупный японский линкор «Ямато» был меньше. Так что это гигантские корабли, конечно, со страшной ударной мощью, потому что там до 180 хотя бы самолетов на борту и различных летательных аппаратов. Это такой плавучий город, который может делать все, он универсальный, он может носить удары по земле, по наводным целям, по подводным целям, все может делать. И поэтому, конечно, авианосцы впечатляют. А когда они идут полным ходом, а он должен все время почти идти полным ходом, потому что авианосец не может выпускать самолеты, когда он стоит на месте. Он должен быть на ходу, и ход у него крейсерский где-то под 50 км в час. А это зачем, для чего? Ну, против ветра он должен идти, чтобы самолеты слетали с большой бомбовой загрузкой. То есть, он не может, поэтому, когда он заходит в порт, то до того, как он зашел в порт, с него улетают все самолеты, авиакрыло, скажем, американцев, и садятся на наземный аэродром. А в порт он заходит без самолетов. А когда уходит из порта, тогда он, когда ушел в море, они назад возвращаются, авиакрыло, на борт. Так что это, поэтому авианосцы производят такое впечатление, как когда-то линкоры. Вот как времена, скажем, Первой мировой войны, вот были эти линкоры, дредноуты страшные. Они были царями морей, а теперь это авианосцы. Поэтому, да, very sexy. Хорошо, можете рассказать тогда, если вы уже начали, скажем так, описывать параметры авианосцев, вот сколько там самолетов может на них размещаться. Вот авианосец самый, я не знаю, самый обычный американский, который у вас вызывает такие теплые чувства. Не меня вообще, у всех, кто любит корабли. Вот идущий вот этот вот авианосец с гигантским высоким бортом, вот рассекающий волны на 30 с лишним узлов в час, а узел это, ну, это почти 50 километров в час. Это впечатляет. Об устройстве авианосца, вот какие там, я не знаю, основные узлы, основные моменты, что вот главное на авианосце? Ну, вообще, это плавучий аэродром, где есть авиакрыло из различных самолетов ударных, истребителей, самолеты ДРЛО, летающие радары, вертолеты различные для спасательных целей в том числе. И все, что нужно для обслуживания авиакрыла. То есть, это плавучий аэродром, и он работает на самолете, потому что его ударная возможность – это его самолеты. Но там, в принципе, есть, конечно, некоторые средства ПВО, но не слишком много. Поэтому авианосец должен охранять другие корабли, авианосная группа или ордер, потому что другие корабли его охраняют. Рейсер, пара эсминцев и другие вспомогательные суда. То есть, сам он не может практически обороняться никак? Ну, там стоят два таких очень специфических, как можно назвать их, пулемета, автомата такие, которые стреляют пулями с обедненным ураном. Это последняя линия защиты от ракет, крылатых ракет или еще каких-то с дикой скорострельностью. Они уже на самом близком подлете могут изрешетить какую-то вражескую ракету или боеголовку, которая подлетает. Это практически все, что у него есть. Когда-то, после Первой мировой войны между войнами, авианосцы даже ставили какую-то небольшую артиллерию, потому что по старинке считалось, что боевой корабль должен быть с пушками. А почему отказались от этого? А потом перестали, потому что смысла нет. А почему? Ну, во Второй мировой войне все практически морские битвы были в невидимости. То есть, было, конечно, было несколько сражений, когда по старинке артиллерийские корабли, в том числе линкоры, стреляли. Но, в общем, их не было. Все морские битвы были, авианосцы были за сотню другую километр друг от друга и уничтожали друг друга и другие корабли ударами авиации. То есть, артиллерия оказалась, в общем, не очень нужна. И теперь почти артиллерии на флоте не осталось. Так, по одной пушечке на каждый корабль. Павел Филигенгауэр, военно-обозреватель новой газеты в программе «Арсенал». Я правильно понимаю, что, когда говорят, например, идет такая-то авианосная группа, во главе идет такой-то корабль, то это вот как раз речь об этом. Авианосец сам и корабли, скажем так, сопровождение. А в этой группе сопровождения кто? Кто обычно бывает? Ну, я говорю, обычно один крейсер, там типа «Текандерога», их американцев 22, и парочка эсминцев и другие корабли. Подлодки нет? Дополнительно нет, подлодки с ними не ходят. Они отдельно, они скрытно действуют. Давайте к устройству, если позволите, вернемся. Какие специальные, скажем так, компоненты нужны для авианосца, чтобы, например, приводить в движение вот эти вот самолеты? Я слышал про... Нет, у него, конечно, самолеты, значит, они должны взлетать. Значит, для этого по-хорошему нужна катапульта, чтобы их запускать с короткого очень разбега. А они не сами? Ну, катапульты их выстреливают, и тогда они могут взлетать с большим боезапасом, с большим количеством горючего на борту. А иначе он падать будет? Нет, просто дополнительную скорость дает самолет, выстреливает его катапульт. На Кузнецовой катапульты нет. Поэтому его самолеты не могут взлетать с большой боевой загрузкой. А так, есть катапульта, есть полетная палуба, есть ангары, куда самолеты можно опускать на лифте, можно поднимать. То есть, это как такой многоярусный гараж. Должен быть запас все, что нужно для самолетов, нужны всевозможные ракеты, бомбы. Нужна запас авиационного керосина. Поэтому американцы стали строить ядерные авианосцы, потому что иначе там не хватало места, нужно было горючее для основной силовой установки, одновременно керосин на борту держать. И, значит, нужно было, чтобы с тобой шел танкер, чтобы дозаправлять, или часто заходить в порт. А танкеры ходят с меньшей скоростью. С Кузнецовым же заправщик, по-моему, хотел, да? С Кузнецовым ходил заправщик, и он ходит тихо-тихо, тихонечко ходит. У него с самого рождения негодная силовая установка. Поэтому большую скорость набрать он не может. То есть, тихонечко, это не в смысле шума нет, а очень медленно. Очень медленно ходит, да. Не то, что американцы, раза в два медленнее. Вот если есть... Поэтому они перешли. Последний вот неядерный американский авианосец, который был на вооружении, это вот Китти Хог. Он теперь стоит в резерве. Наверное, его передадут в какой-нибудь музей. А остались только ядерные. Значит, им не нужно горючее для основной силовой установки. Значит, можно больше брать на борт авиационного керосина и того, что нужно для, собственно, авиации. И не нужно так часто заправляться, заходить в порт. И он может... Поэтому авианосная группа может двигаться по морям со скоростью в 30 узлов вместе со своими кораблями, сопровождение. Это все быстрые корабли. То есть, можно очень быстро перемещаться. Насколько авианосец американский, если мы о них говорим, автономный? Вот сколько они могут в море находиться, не заходя абсолютно ни в какой порт? Долго-долго заходить. И говорю, что ему горючее не нужно, у него ядерная силовая установка. Ну, это на борту достаточно долго может. А это запасы были какие-то опреснительные? Нет, конечно, там запас пресной воды, запас керосина, запас всего, что нужно. Это гигантский корабль. Могут достаточно долго. Конечно, им надо заходить иногда время от времени в порт. Им нужно менять экипажи. Обычно у них сменные экипажи. Так же, как на подводных лодках. Для того, чтобы корабли были все время в море, а экипаж может отдыхать. А экипаж его численность средняя? Сколько это человек? Там почти две тысячи. Две тысячи? Почти. Ну, там немножко зависит, хотя вроде тип один, но корабли типа немец долго, давно уже строятся. И поэтому там, конечно, от первого до последнего есть некоторые изменения в его общей компоновке. Водоизмещение где-то около ста тысяч тонн. Очень большая махина. Единственный другой авианосец такого же типа, вот универсальный авианосец сейчас на ходу в мире, это французский Деголь. Тоже ядерный авианосец, но он в два раза меньше, чем корабли класса немец. Брат, стоил в два раза дороже. Поэтому французы смогли сделать только один. Долго очень возились. Были всякие у них детские болезни, как всегда у первого в серии. И поэтому они отказались от дальнейшего производства. Есть два авианосца у англичан, сейчас они построили новые. Но они без катапульт, и они принц Уэллс и Куин Элизабет. Но они рассчитывают на американские самолеты вертикального посадки и упороченного взлета F-35B. А Евраин понимает, что для авианосцев по-хорошему надо отдельный тип самолетов строить? Ну, обычный не обязательно. Иногда приспосабливают как F-18, который сейчас основной боевой самолет американских авианосцев. Он и в сухопутном варианте существовал. Но сейчас в основном он только на морской авиации. Ну, там нужно специфические всегда некоторые изменения. То есть, должны складываться крылья, закрылки должны складываться, чтобы в шахту лифтов ходили. Потом, конечно, крюк нужен снизу для того, чтобы цепляться за трос финишера. Это вот, чтобы он не свалился потом за борт. Да, при тормозе при посадке. То есть, нужен крюк. Теохак. У них так называется ассоциация авианосных летчиков американских. Так что авианосцы, они помогли американцам выиграть войну на Тихом океане. Конечно, началась эта война с дикого поражения в Перо-Харбере, который нанесли японские авианосцы. И с тех пор американцы господствуют в авианосцевом строении во всем мире. И основа, это вообще основа американского флота, который самый сильный в мире. Это его авианосцы. Как вы можете описать задачи, которые ставятся перед авианосными группами? Ну, вот я знаю, например, что участвовали авианосцы в компании в Ираке, что-то там взлетали истребители, бомбили Афганистан. Какие задачи ставятся командованием? Это универсальные корабли, которые могут делать все. По большому счету. В этом их преимущество. Это абсолютно универсальные корабли, которые могут наносить удары в губь континента на сотни или даже тысячи километров. Потому что самолеты могут заправляться в воздухе, в принципе. Которые могут наносить удары по морским целям, надводным, подводным. Могут нести ядерное оружие, могут нести неядерное оружие. Это абсолютно универсальные корабли. Во-вторых, американские авианосцы. Именно так их и строили, как универсальные корабли, которые можно разместить в любой точке земного шара, где есть мировой океан. У американцев есть какая-то стратегия развития авианосцев своих? Да, они строят. Сейчас новый класс начали строить. А что там такого принципиально нового? Ну, в принципе, не очень много. Они будут похожи на авианосца класса «Нимец», но некоторые изменения. Но, в принципе, от авианосцев они не отказываются. Ни в коем случае. А всего? Всего сколько? Ну, сейчас на ходу, по-моему, у них 10, насколько я помню, авианосцев. Но, в принципе, в резерве еще есть парочка. И они где-то 10-12 штук поддерживают такой уровень. Дорогое ли это удовольствие? Дорогое. Хотя, конечно, класс «Нимец» строился серийно. То есть, там наклепали их много. И поэтому цена, естественно, при серийном производстве снижается. И где-то она там была 5 миллиардов штука. Но это без авиакрыла. Лет 15-20 назад. Простите, без авиакрыла это что значит? Без самих самолетов. Нет, сам корабль. Это без стоимости авиакрыла. Airwing. То есть, без его самолетов. Сейчас, конечно, будет подороже. Сейчас будет где-то 10, может быть, миллиардов. Больше 10 миллиардов штука. Про Россию. Может быть, потом к американцам вернемся. Вот у нас есть Кузнецов. Адмирал. Который вроде бы стоял, как я понимаю, долго где-то ржавел. А потом про него вспомнили, он отправился в Сирию. Нет, он ходил раньше в земное море. Просто не участвовал в боевых действиях. А как вы можете оценить его эффективность в походе сирийском? Ну, серьезно об этом говорить сложно, потому что он выполнял абсолютно несвойственную задачу. Зачем его тогда отправляли туда? Кузнецов не является ударным авианосцем. И выполнять такие задачи не может. Давайте терминологию тогда. Что значит, не является ударным авианосцем? Не является универсальным ударным авианосцем. Это у него специфический корабль, построенный для специфической цели. И вот была такая история у меня, это где-то я, по-моему, был в 1993-1994 год. Я вот сидел и выпивал, скажем, чай с начальником генерального штаба, действующим тогда начальником генерального штаба Михаил Колесников. Ну, я сказал, Михаил Петрович, а у нас вот есть Кузнецов, а, может быть, нужно было бы его когда-нибудь послать в Средиземное море, выполнять, скажем, какую-то задачу, чтобы оказать, ну, скажем, давление на Турцию, если Турция будет себя плохо вести. И вот на этом мою... Ничего себе вы советы раздаете. Нет, я сказал, вот можно ли такую вот вещь рассматривать. А, это вопрос был. Это был вопрос, вот имеется ли смысл такую вещь вот рассмотреть. На что Михаил Петрович сказал, что это все фигня, и делать ему там в Средиземном море абсолютно нечего, и что он, вот Кузнецов, должен находиться там, где он мне, начальнику генерального штаба, нужен. А нужен он мне в Баренцевом море и больше нигде. То есть это корабль для Баренцева моря, он вообще не рассчитан на дальние походы. Он в Баренцевом море должен был своими истребителями в случае ядерной войны защищать наши ядерные подводные лодки со стратегическими ракетами от самолетов противника. А это достойно применению? Его под это построили, конкретно под это построили. У него нету, его силовая установка не рассчитана походой, тем более в теплое Средиземное море. Вот он шел туда, коптил, шел очень тихо, возвращался там больше месяца, вообще со скоростью ладьи и викингов двигался. А американские за сколько бы вернулись? Ну, раза в два-три быстрее. И наши фотоводцы похвастались, что он за все поход совершил 420, его авиакросс совершил 420 боевых вылетов. А был он там сколько? Ну, в общей сложности, если туда и назад, где-то месяца четыре с лишним. Но это смешно, потому что американские авианосицы... Американские за это время сколько бы совершили вылетов? Ну, в ходе интенсивных боевых действий, как, например, в 1991 году в начале бури в пустыне, в один день они совершили 400 боевых вылетов. То есть, в сто раз больше. Этот за весь поход, за четыре месяца 400 вылетов, этот в один день может столько сделать. То есть, понятно, что это абсолютно несерьезно. А зачем? Ну, это была пиар-акция, причем руководство флота, которое, во-первых, недовольно тем, что ими руководят генералы, ну, генеральным штабом у нас традиционно руководят танковые генералы. А им нужны деньги. Причем на флот денег нужно больше, чем на что бы то ни было другое. Морские вооружения самые дорогие всегда. И они хотели показать Кремлю, что они чего-то стоят. Ну, и обществу заодно, что вот они могут не хуже американцев. Слушайте, значит, там какие-то лоббисты на флоте серьезные, если они могут доказать вот такие вещи. Ну, то, что они недовольны тем, что они сейчас какими руководят сухопутные генералы, об этом адмиралы говорят. Ну, те, которые на службе говорят как бы неофициально, те, которые, как Камоедов, которые в отставке, говорят открыто, что флот задвинули. Они решили показать. Ну, как сказать, потеряли два самолета по глупости в результате всего этого. Есть вот понимание, почему потеряли. У меня просто в программе «Арсенал», по-моему, месяц назад был президент Объединенной авиастроительной корпорации. И как-то он не очень рассказывал в эфире, что там с расследованием, чей это был косяк, не знаю, самих пилотов или какие-то технические проблемы на корабле. Ваша личная цель. Я тоже не знаю, я не участник этого расследования, но я могу сказать, сказать можно одно, что корабль не был рассчитан на такую боевую нагрузку. Для него даже эти 400 вылетов, это было сумасшедше много, потому что за всю свою долгую и не очень счастливую жизнь этот корабль, в основном, столько там не летали никогда. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали, адмирал Кузнецов был построен для того, чтобы, скажем так, дежурить, но не постоянно совершать вылетов. Ну, он был, значит, там была такая вещь, что в случае ядерной войны все наземные аэродромы, как объекты фиксированные, будут уничтожены американскими ядерными ударами. Ну, фиксированные объекты, она на ядерной беголовке не убежит. И тогда американские авианосцы подойдут близко, когда у нас не останется авиации, подойдут близко, вот к Баренцеву морю, например, придут, или в Охотское море, и начнут охотиться за нашими стратегическими ядерными подводными лодками, которые оружие ответного второго удара. А тут наши Кузнецов. А вот тогда Кузнецов должен был от них защитить, его истребители должны были сбивать самолеты противолодочной авиации, а в случае, если тогда подойдут надводные корабли или авианосец, у него были поставлены вот ракеты «Гранит». Это такие крылатые, очень большие, сверхзвуковые крылатые ракеты с ядерной тоже боеголовкой. Это чтобы с кораблями справляться. У него стоит очень мощная еще система ПВО, у которой нет военно-американских авианосцев, и вот это вот его роль. Вот если бы его хотели строить или строили бы для дальних походов, там бы поставили, скорее всего, ядерную силовую установку, которая не нуждается гораздо надежнее, как, скажем, на Петре Великом. А сейчас давайте сделаем перерыв в программе «Арсенал», послушаем новости и рекламу. Я напомню, сегодня в студии Павел Фельгенгауру, военно-обозреватель «Новой газеты», и рассказывает он нам про авианосца. Программа «Арсенал». 22 часа 35 минут в российской столице, по-прежнему эфир «Эхо Москвы», программа «Арсенал», меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Павел Фельгенгауру, военно-обозреватель «Новой газеты». Вы можете присылать свои вопросы, кстати, на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять, твиттер-аккаунт вызван, и сайт эхо.мск.ру, там же можете присоединиться к нам с помощью сетевизора, посмотреть трансляцию видео того, что у нас в студии происходит. Тема с адмиралом Кузнецовым меня не отпускает, позвольте, продолжу. А вот вернулся наш авианосец из сирийского этого похода, сейчас его вроде как собираются отдать на ремонт. Его надо вообще ремонтировать? И вот как вы себе представляете, где еще можно использовать? Просто из ваших слов я понял, что вот этот сирийский поход, это такая вещь сомнительная, что ли, и позорная. Я не сказал, что позор, ничего позорного безумного там не было, но это была пиар-акция. Военного смысла в этом большинстве практического нет, тем более, я говорю, что не только там эти четыреста боевых, четыреста двадцать боевых вылетов выглядят смешно по сравнению с возможностями американского авианосца, они выглядят смешно по сравнению с возможностями российских ВКС, которые действовали из Хмимим или с Моздока. И в действительности, поскольку проблемы у Кузнецова, что он на это не рассчитан, то его самолеты некоторые вынуждены были взлетать с палубы, садиться на базу в Мимим, там дозаправляться, дозагружаться боеприпасом, после этого летать, кого-то бомбить. К тому же, не все эти самолеты... Это странная логистика. Ну, в принципе, так бывает, но, говорю, большого военного смысла в этом не было практически никакого. Это была демонстрация возможностей, и демонстрация получилась довольно хилой, потому что возможности у него, если честно, другие. А сейчас его будут ремонтировать, потому что у него основная силовая установка наладно дышит, и он не может выдать даже... Сердце надорвалось. Ну, у него там некоторые котлы вообще не работают, и придется его всю переделывать. То есть, его нужно... Там много чего нужно переделывать, а нужно менять. Так он нужен? Он нужен вообще дальше? Ну, это большой вопрос. В таком виде, в каком он есть, в общем, в принципе, если готовиться к войне с Америкой и ожидать, то, наверное, в общем, вот там, в Баренцевом море он может пригодиться. Вот такие походы, которые он совершал в Средиземное море, первое было в 95-м. Правда, эти предыдущие походы были только так. Он туда ходил, показывал флаг. Здесь первый раз он поучаствовал в боевых действиях. От них большой пользы нет. Сделать из него ударный авианосец невозможно, потому что там нельзя поставить катапульту, ее некуда ставить. А самолетов можно иметь без катапульта, но там... А еще раз, ударный авианосец, это авианосец, который фактически является конвейером по запуску самолетов. Который может наносить удары морским импотемным целям, а не просто только выпускать истребители с легкими ракетами воздушного боя. Что может Кузнецов? Ну, может, там нужно одну бомбу подвесить какую-то, но далеко тоже не улетишь, потому что нельзя с полным баком взлетать. Потому что там самолеты взлетают без катапульта и за счет только тяги. Значит, приходится, чтобы самолет был легкий. Да. В отличие от тех авианосцев, где есть катапульты. Но сейчас вроде собирают, так везде стояли до сих пор, правые катапульты, они очень тяжелые, где-то 10 тысяч тонн. Тяжелая штука. Сейчас вроде собираются делать и китайцы, и американцы электромагнитные катапульты, которые будут намного легче. Но у нас нет ни тех, ни других. И никогда не делали, не производили. Можно без катапульт, тогда нужны самолеты типа Херриер, как были англичан, а их маленьких авианосцев типа Invincible. Но Херриеры больше никто не делает. Часто американцы делают самолет F-35B. У нас самолетов таких нет. То есть, когда-то в советское время хотели сделать Як-41, потом назвали Як-141, сверхзвуковой, вертикального посадки и почти вертикального взлета. Но его не сделали. Сделали одну прототипу, и на этом закончилось. Самолетов этих нет и не будет. Значит, полноценный авианосец из Кузнецова не сделаешь. С другой стороны, у нас вообще тогда никакого не останется. А это как-то... Ну, фото без авианосцев, это неудобно. Это некрасиво. Это как генеральный директор банка без Лексуса или без Майбаха. Ну, Мерседес, может быть. Ну, это уже... Ну, это не серьезно. Ну, это же не наша, скажем так, военно-морская традиция авианосца. Ну, пусть американцы этим занимаются, потому что у них, черт знает, сколько лет эти авианосцы они строят, и нам все равно за ними не угнаться. Наши футоводцы всегда хотели авианосца. Ну... Но им в советское время, как и сейчас, сухопутные генералы окорачивали их амбиции, потому что... Денег не давали. Да, потому что они хотели весь бюджет, в общем, на себя перетянуть, а это было никому не нужно, тем более, что сухопутные генералы, которые доминируют и в генеральном штабе, нынешний начальник генерального штаба тоже танкист Герасимов. Герасимов. Они не понимают в этом. Они говорят, ну да, есть флот, то есть есть море, голубой фланг, то есть на фланге есть что-то, вода какая-то. И в этой воде тогда должно что-то плавать, чтобы прикрывать мне фланг. Это как кавалерия прикрывала фланг легиона. Но она не была основной силой, основной силой был легион. А это было что-то так, на фланге. Таково отношение к флоту. Это очень обидно. Для адмиралов наших традиционно обидно. Честно, вы рассказали, болтоводцев жалко прямо. И они всегда хотели, они знают, что Путин любит флот. Он из Питера. Он вот и на подводной лодке опускался, и эту воду пил за бортную, и кувалду целовал. Он любит флот, как питерский мальчик, который хотел, может быть, стать ходить в этой сексе-черной форме с гаунами. И они надеются, что, может быть, им обломятся. Да, обломятся, и они смогут, наконец, то же, что у них будет авианосцы. Так вот, смотрите, а адмирал Кузнецов куда-то еще можно направить? Вот как вам представляется? Ну, сейчас он будет много лет в ремонте. Да. Там можно менять все на свете, включая основную силовую установку. Потом его хотят переделать под другой тип самолетов. Вместо Су-33, ну, это, по сути, другое название, Су-27К корабельный. Переделывать его на МиГ-29К, который, собственно, сделали для Индии. Там это поменьше самолет, значит, там больше уместится. Потом эти МиГ-29К, в отличие от Су-33, они реально рассчитаны на ударные миссии. А те не были рассчитаны вообще, даже их не строили под это. То есть, они бомбу могут куда-то сбросить, но ни летчиков не готовили, ни самолеты к этому не готовились. Но это тоже потребует переделок. Потом нужно построить эти МиГ-29. То есть, их построили для Индии, но там стоит французская авионика. Индусы ее заказали. А будет ли нам Франция при новом президенте Маркони продавать свою авионику? Макроник, ну, неважно. Будет при новом президенте, это тоже непонятно. И вообще, какие там сейчас стоят... У нас есть несколько таких самолетов, два или, по-моему, четыре было на Кузнецове, один потеряли в результате аварии. Какая там стояла авионика, непонятно. А на Кузнецове сколько всего самолетов было? Там мало было. Около-около десяти. Формально там он может нести чуть больше сорока летательных аппаратов, а реально там, по-моему, было 15 самолетов всего и четыре вертолета. То есть, он был полупустой. Потому что Су-33 больше не строят и не будут строить. МиГ-29, их тоже К, их мало. Но он до этого, бывало, ходил в Средиземное море с десятью самолетами, даже девятью. Тоже по сравнению с американским, который 80, а этот девять. То есть, вмещается это больше, но нету больше таких самолетов. Так что он похож очень на авианосец. Но, по сути, это такая вот самоходная действующая модель авианосца. Но для своих целей, для которых он строился, может быть, он вполне дадил в Варенцевом море защищать стратегические подводные крейсеры. То есть, если бы, например, флотоводцы спрашивали у вас совета, надо ли нам идти в какой-нибудь очередной пиар-поход, вы бы их отговаривали? Ну, по-моему, это, говорю, бессмысленно и опасно. Хорошо, никто не погиб. Потеряли два самолета, довольно дорогих. Никто не погиб, славно. Мог бы кто-нибудь и пострадать. То есть, это была в какой-то мере авантюра. Если нам нужны авианосцы, понимаете, их и строить непонятно где. Потому что те, что были советские, включая Кузнецов, они построены в Николаеве, на Николаевской верфи, которая сейчас в Украине, и нам ничего строить не будет. То есть, тут либо нужно Николаев сначала освободить, отжать эту верфь, либо где-то еще это попытаться начать строить. Освободить, да, мне понравилось. Либо что? Китайцы собираются строить большой настоящий авианосец с катапультами. Вот следующий у них будет. Ну, в принципе, китайская промышленность может с этим и справиться. Она помощнее нашей будет, промышленная база и судостроительная. У нас, значит, остается только Северная верфь. Северный завод, вот, Северодвинский. Но он строит все на свете. Он сейчас тоже загружен под завязку. Сможет ли он там... Они говорят, конечно, мы возьмем заказ, мы построим, пожалуйста. Заказ-то они, может, возьмут, а что они построят? И когда они будут построены, сколько это будет строить, и как это будет работать, собственно. Авианосцам нужна культура строительства. Нет, если это совсем по уму делать, надо заказывать в Америке. Ну, майбах же не сам не делаешь у себя в подворотне, там, в гараже, из разных кусочков. Его заказываешь. Американцев налажено все на потоке. Можно даже у них, наверное, подержанное купить какое-нибудь, вроде китихок, пока они его в музей не передали. Попробовать вообще, как это. Для этого надо, конечно, с американцами другое отношение. Когда музеем станет, можно выкрасть ночью. Нам другие отношения нужны с Америкой. Россия вообще всегда покупала иностранные боевые корабли. Всю свою историю. Практически. Своих возможностей не хватало для строительства. Ну, начиная с Петра и дальше. — Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр в эфире «Х Москвы» в программе «Арсенал». Про авианосцы сегодня речь идет. А вот Китай. Почему нельзя некое такое партнерство создать, российско-китайское? Наши инженеры, китайские производственные мощности. Вот вам будет первый российско-китайский авианосец. И потом как-нибудь там, не знаю, поделим, может быть, арендовать будем по полгода. — Ну, китайцы... — Китайцы очень сложный партнер. Нет, нам сейчас приходится у Китая все больше полагаться на Китай после введения западных санкций для того, чтобы покупать нужные технологии. Для космоса, например, комплектующие, многие другие комплектующие. Китайцы не готовы нам продавать. Они требуют от нас серьезных политических уступок. — Например? — Ну, например, поддерживать их позиции против Вьетнама в Южно-Китайском море. Что Россия делать не очень хочет. Ну, заставили нас там провести маневры в Южно-Китайском море. Они долго этого добивались. Наши, в конце концов, туда сходили. Правда, вот этим летом. Ну, правда, при этом все-таки это было около китайского побережья, далеко от спорных вод. Например, с Вьетнамом. Потому, что у нас с Вьетнам довольно хорошие отношения. А Китай говорит, что если вы хотите от нас получать военные технологии, и вообще с нами кооперацию какую-то проводить, которая вам может быть интереснее, чем нам, то вы должны следовать в фарватере нашей внешней политики. — А мы почему не можем, например, последовать в фарватере китайской внешней политики? — Ну, в какой-то мере мы следуем, но это как-то обидно. Потому, что Россия считает себя сверхдержавой. А Китай вроде бы не совсем. Ну, а в Китае-то как раз такое мнение, что это не сверхдержава, Россия не совсем. Тут проблемы. Такие же у нас проблемы, кстати, и с Ираном. Потому, что они тоже не считают себя младшим партнером нисколько. Поэтому в настоящий момент какая-либо реальная кооперация по созданию авианосца с Китаем совершенно непредставима, на мой взгляд. — У Индии же викромодити, который мы для них делали. — Мы и Горшкова для них переделали, да. — Ну, называется викромодити. — Ну, да, теперь его там называют по-индийски. — А они сами как-то собираются развивать собственное судостроение в этом направлении? — Нет, они строят свой авианосец. Что там построят, непонятно. В конечном итоге Горшков к ним ушел, но он тоже не ударный авианосец. Но им ударный и не нужен. — А им для чего Индии? — Значит, индийский флот готовится к битве с китайскими. Они готовятся к битве, которая должна развернуться в районе Сингапура, вот Малакского пролива, что китайский флот попробует прорваться в Индийский океан в случае войны. И Индийский флот должен его встретить в проливе у Сингапура и там с ним воевать. И, значит, им нужен авианосец с истребителями. — Слушайте, это забавная будет история. Бывший российский авианосец и бывший украинский авианосец только... — Оба бывшие советские. — Да. — Потому что им не нужен авианосец, скажем, чтобы использовать для ударов по Пакистану. Индийская авиация наземного базирования весь Пакистан кроет. Нет, им нужен вот именно Индийский флот готовится к этому, к возможному битве около Сингапура. Плюс они у нас покупают ядерные ударные подводные лодки. Это должны уйти к китайским берегам, чтобы наносить удары по китайской системе торговли на море, подрывать китайскую экономику. Основной враг Инди — это Китай. Они готовятся к войне с Китаем. И в том числе и в войне на море. Других противников у них нет. Поэтому им вот такой вот переделанный горшков подходит. Но у него тоже нет катапульта, значит, удары наносить по наземным целям он не может. Но если война идет в районе Сингапура, там нет наземных целей, там Малайзия, в общем, нейтральная страна. — А Китай тоже готовится к войне с Индией? — В меньшей степени они думают как раз о том, что они смогут построить флот, который в ограниченных морях, уже не совсем прибрежных, а чуть подальше, сможет противостоять американцам в ограниченном таком конфликте. То есть, они думают о противостоянии с Америкой. И поэтому им нужен уже ударный авианосец, чтобы для морского боя такого серьезного. — Ну, это они на какую-то очень такую перспективу дальнюю рассчитывают, потому что... — Ну, может быть... — Сейчас у них два, получается, если они уже... — Ну, эти два, они не настоящие. Потому что этот первый переделанный в Варяге, я не помню, там Ляу-Лянь или как они его называют, у него самолетов, по сути, нет. Потому что самолетов мы им не продали, а мы теперь Су-33 не производим. Они сделали какую-то свою самопальную копию китайскую такую. Но их, во-первых, мало и не очень. В общем, он скорее демонстрирует того, что он показывает себе. Это опять плавающая самоходная модель авианосца. Это пока не боевой, по большому счету, корабль. Но у них всегда есть вероятность, что начнется война вокруг Тайваня. Что в Тайване объявят независимость, полное отделение от Китая. Сейчас власти там пришли как раз те, которые хотят независимости. Гоминдан, бывший, проиграл выборы. Сейчас президент из тех, которые хотят отделиться от Китая, в том числе и формально. — Женщины, по-моему. — Китайские военные на всякий случай готовятся к возможному конфликту вокруг Тайваня. А в будущем, может быть, и для того, чтобы посылать свои корабли дальше в море, в том числе и в Южно-Китайское море. И опираться не только на сухопутные аэродромы, но и на авианосцы. Если Индия концентрируется на Китае как на основном противнике, конечно, на Пакистане тоже. Но Пакистан как союзник Китая. Китай воевал тогда с Индией, войну и победил Индию. И оккупирует до сих пор то, что индийцы считают своей территорией в Гималаях и в Кашмире, около Кашмира. И Индия готовится к войне с Китаем, а Китай готовится к войне с Америкой. И, возможно, конфликт вокруг Тайваня. Все запутано. Хочу вернуть вас к той теме, которую мы затронули в первой части программы. По поводу успешных, скажем так, операций. Можете ли их перечислить? Вот у американцев. Куда они со своими авианосцами приплывали? Они ходят везде. Они выполняют и гуманитарные миссии. Если где-нибудь там случился, не знаю, землетрясение, цунами, туда идет авианосец. Он помогает. Ну, помощь вертолетов возит, предоставляет грузы. Ну, да, авианосец. Авианосец – это универсальная машина. Он может все что угодно делать. Конечно, лучше вертолета носит. Но там вертолет носит тоже может подойти. Потому, что у американцев еще штук 20 вертолетоносцев таких, которых примерно половина с этого авианосца. И у них там есть и самолеты, хайреры тоже. На них не только вертолеты. Так что у них... Там морская пехота. Значит, по бригаде, значит, на каждую... Там, значит, эти вот экспедиционные группы. Так что у них два вида авианосцев. У них еще вертолетоносный флот и авианосный флот. Флот такой серьезный. Так что они выполняют... Гуманитарные миссии. Они могут гуманитарные, могут интервенционистки, могут освобождать заложников, участвовать в этом. Когда убили Бен Ладена, его отправили на вертолете на авианосец, там быстро похоронили в море. То есть, можно выполнять такие функции, хранить Бен Ладена. На все годятся. В Ливии участвовали каким-то образом? Нет. Нет? Это там было не нужно. Там американцы же практически не участвовали. В Ливии участвовал французский авианосец и вертолета носец. И английский вертолета носец с ударными вертолетами. А американцы вначале пробили систему ПВО Ливии. Там были такие самолеты... Там полно натовских баз. Были самолеты F-15, были самолеты B-1, бывшие стратегические, которые тоже наносили удары там бомбовые в некоторых местах. А американцы не участвовали, насколько я помню. Самый известный поход, получается, это буря в пустыне. Нет, в общем, буря в пустыне там до шести было. Потом была война третьего года в Ираке. Потом была Вьетнамская война. До этого мощнейшая, большая, до очень 10 лет. И там все участвовали в Вианосце. Вианосце бомбили Афганистан. Ну и, конечно, авианосцы участвовали и в Корейской войне вовсю, и до этого во Второй мировой войне. Так что во всех войнах практически, во всех войнах Америки авианосцы участвуют всегда. Если у нас полтора минуты остается, такой вопрос на будущее. А вот если произойдут некие события, авианосцы двинутся к России, мы можем от них как-то защититься? Ну, вот это была такая задача, которую ставили перед советским ВПК. Основная задача. Они считались главным врагом. Потому что в ядерной войне сухопутные все базы будут уничтожены к концу первой недели. А авианосцы во вторую неделю ядерной мировой войны будут царить. Они подойдут вообще вплотную к берегам России и СССР и будут делать, что захотят. И поэтому создавали очень много различных морских, воздушных, подводных систем для уничтожения авианосцев. На это была нацелена огромная российская ВПК. И, в принципе, у нас такого оружия много противоавианосного. Правда, оно не очень новое. Делают новый циркон, делают это тоже все антиавианосное оружие. Но работает. Ну, ни разу не использовалось. Мы не знаем, работает или нет. Но в это вложено гигантское. Проверить пока не можем. Гигантские усилия, гигантские деньги, чтобы как-то с американскими авианосцами справиться. Спасибо огромное. Павел Фельгенгауэр, военнообозреватель «Новой газеты», был сегодня в программе «Арсенал» и рассказывал про авианосцы американские, китайские и даже наш единственный адмирал Кузнецов. Спасибо вам. Спасибо вам. Программа «Арсенал». Программа «Арсенал»